Здесь вот располагается, как любят говорить в Ярославле, обжорный ряд. Вот это место хорошее, кстати, тут называется Ход Спад, как называют этот? В Дордаш, да, можно здесь вставать и здесь много-много кафешек и ресторанов, и здесь хорошо стоять, чтобы быстро получить заказ в Дордаш. Это пересечение улиц Амбаркадера и Эль Камино Реал, вот это место. Ну, кто работает в Дордаш, может кому-то будет интересно. Здесь много-много кафешек, здесь горячая такая, горячая зона, да? Ну и просто приехать тоже погулять, тут можно... Тут рестораны не такие, как вот... Звонок поступил, и мы что-то уже перебили, и мы не помним. Рестораны такие, вы можете прийти, заказать еду и сидеть, пока вашу еду приготовят, вы можете там общаться с друзьями, потом принесут еду, можно продолжить общение уже за едой. Вот, и когда вы все, уже всю еду съедите, все равно можно сидеть дальше, общаться и располагает к этому место. Я вспомнила, знаешь, что мы сидели в Москве с... А с кем же мы сидели-то? А, с Наташей и еще кто-то. Это вот насчет квартиры мы собирались, сидели, обсуждали. Мы выпили свой кофе, съели свои там вот и вкусняшки, у нас были пирожники какие-то, в общем. И продолжали общаться, и мы звонки делали, в общем. И охранник увидел, что мы уже съели, выпили, подходит к нам и буквально выгоняет. У нас глаза на лоб полезли, то есть мы не успели даже допить вот последнюю эту. Он подходит к нам, типа, все, давайте уже, освобождайте. Слушайте, я бы, может быть, ну как бы я такая, я вообще не скандалистка, не это самое. Но Наташа москвичка до мозга костей, а она еще риэлторша. Наталью, помнишь, да, которая помогала нам с квартирой? И она такая, говорит, а вы что себе позволяете? Короче, она знала хозяина, а это было, знаете что, вот московская, ой, американская сеть. Вот здесь тоже, Burger King, вот это был Burger King в Москве. И она знала там этого какого-то их начальника, позвонила, нажаловалась на этого охранника. Я говорю, Наташа, вот тебе. Она говорит, а что ж, посмотри, какая грязная машина. Вот зато продемонстрируем шок, потому что такого очень редко в Калифорнии увидишь. Где он был, я не знаю. Ну и вот, и в общем, и не уходили мы, а он скандал. Знаете, вроде бы я бы уже и ушла. Думаю, да ну его сто лет. И обидно все равно. Вот я вспоминаю, так неприятно, так это унизительно. Думаешь, подошел и буквально, может сказать, ты проглатываешь, что последний кусок. Как у тебя это, давайте, давайте уже все, типа, места не занимайте тут. Так ужасно было неприятно. Думаю, ничего себе, сервис, ничего себе. Но с другой стороны, я такой человек, что мне лучше избежать скандала, лучше ничего. А Наталья такая, она добивалась, такая, говорит, это что такое? Я говорю, и мы здесь останемся, и мы будем здесь сидеть. А он сел, все ходил, бубнил, все ходил, грубил нам. Я говорю, Наташа, да пойдем уже. Она говорит, нет, мы имеем право, типа, здесь. И сидели. Ой, а он не унимался, не унимался. Все ему вот это самое, ему хотелось, чтобы мы ушли. И все считал себя правым, даже несмотря на то, что уже пожаловались на его начальнику, он все равно продолжал гнуть свое, что он начальник куб земли, царь бог и милиция тут. Вообще, у нас же каждый суслик-агроном, да? Каждый этот начальник. Вот, что хотелось сказать. Это уже не у нас. Да, это уже не у нас, да. Ну, я просто про то, это... Вспомнилась что-то, вспомнился вот этот случай неприятный. Вот, видимо, людям в некоторых местах России, бизнес-то, ну, как бы, выручка не нужна, и клиенты не нужны, и вообще деньги не нужны. Можно хамить, выгонять, чтобы потом вообще больше никто к ним не пришел никогда. Как, что, кому нужно делать, как нужно... Сегодня, кстати, опять этот... Ой, Виталику поделилась, рассказал, да, Виталик? Так смеялись. Один тоже опять. Вот есть некоторые неугомонные, чтобы учить, куда мне нужно идти работать, и что мне нужно делать. Ну, вот это вообще непонятно. Когда человек начинает раздавать задания вне своей семьи, есть у тебя там жена, дети. Ну, вот, дай им задания, кому чего делать. А этот человек начинает давать задания моей жене, что она должна пойти на курсы английского языка, что хватит дома сидеть и идти вкалывай как лошадь. И Виталик такой бедный, там, с утра до вечера копытит. Да, они жалеют тебя, видишь, бедный, ты несчастный, оказывается. Хотелось сказать, что каждый делает в своих обстоятельствах все, что может. Вот. Вот. И Лена делает немало. Она ответственна за дом, она отвечает за Еву. Там. Да, я Еву отвожу в школу. Иногда, когда могу приехать, быстро забираю ее. Вот. Вот. Но ребенка надо накормить, с ребенком надо заниматься. И подавляющее большинство времени этим занимается Лена. Поэтому... И, кстати, Лена еще работает и на компьютере. Вот. Ой, да. А что рассказывать? Люди думают, что они все знают про нашу семью. Они все знают, чем Лена занимается, сколько Лена зарабатывает, где, что она делает. И вообще работает или не работает. И вообще участие принимает или не принимает. Вообще в финансовой жизни семьи. Бедный Виталик несчастный. Да? Ты несчастный? Просто, на самом деле, это не приятно. Есть люди адекватные, но, я думаю, вот это вот относится к обратной стороне. К неадекватности. Вот. Либо тебе, ну, нравится смотреть или, там, не нравится смотреть, хочешь принять участие, там, ну, я не знаю, задай вопрос или, там, дай какой-нибудь совет. Но не надо давать советы, вот, личного плана, кому и чем заниматься. Да. Виталик, ты, в итоге, получается, у некоторых русскоговорящих мужчин в понимании, женщина должна пахать с утра до ночи, я должна пахать. А ты должен дома сидеть, ты за домохозяйку, получается. Поменяться ролями, что ли, мы должны, я что-то не понимаю. Бедный несчастный Виталик, значит, Лена должна работать с утра до ночи, а Виталик должен с Евой сидеть, готовить, кушать, там, я не знаю, да? Это как у Некрасова, русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Но, если так судить, я тогда боюсь подумать, чем занимается муж такой женщины. В конце 2011 года меня сократили с работы буквально вот за неделю до Нового года, и Лена тогда легла на сохранении, и я вот перебивался там на шабашках на разных, то плитку клал, то там стены штукатурил, вот. Лена вышла на работу, и работала практически до того, пока не пришло время там рожать, да. Спасибо, что ты это вспомнил, на самом деле. Потому что, знаете, семья она такая, когда, и знаете, и мне не приходило в голову сказать, что ты там как глава семьи никакой, ты не работаешь, одна я работаю, и типа какой ты, какой ты муж, и какой ты там глава семьи, ты не зарабатываешь. Ну, вот такая была ситуация, когда я работала одна, кормила семью беременность, таким кузенем ходила. На то семья, на то и муж и жена, чтобы поддерживать друг друга в трудных обстоятельствах разных. Да, спасибо, Виталий, что ты это вспомнил, потому что, помнишь, потом, когда я вышла, да. А потом, когда ты в декретном отпуске сидела, и вы с Настей закончили курсы, я тебе еще этот стол сделал, полку, ты там занималась маникюром. Тоже из дома работала, и ребенок как бы под присмотром был. Но еще, когда я кормила грудью, я работала в магазине, когда я кормила грудью, у меня это самое, помнишь, ты привозил ребенка, и мама привозила, и ты привозили мне ребенка кормить в магазин. Я работала, практически я родила, потом, через какое-то время я сразу же вышла на работу, кормящая мама, у меня грудной ребенок, мне в коляске привозили Еву. И я работала, с утра до вечера пахала, как вот этот парень сказал, бедный Виталик, и днем, и ночью работает, денно и ночно, он как-то так сказал. Было время, когда и я так пахала и работала, и у нас у каждого такие ситуации есть. И Виталик, и как бы, Виталику было, может, неловко, что его жена работает, а у него сейчас вот нет работы, да, его жена вот сейчас кормит семью, обеспечивает. Так что я свою тоже пахала немало. В России особенно пахала и так, что... И пахаем. И пашем. Не пашем, а пахаем. Пошли за Евочкой. Так что хочется сказать таким советчикам, которые куда-то все время отправляют меня, причем мужики, не женщины, мужики отправляют меня, чужую жену, работать. Так хочется сказать, идите вы в баню, правда, Виталик? Идите поработать. Идите, работайте сами, или отправляйте своих жен работать. Оставьте нас в покое, без вас разберемся, как говорится. Все, заблокировала всех, буду блокировать всех таких советчиков, которые куда-то отправляют. Так что отправляйтесь сами. Мы вас отправляем тоже в баню. В баню. И большая, больше твоей головы, Ева. Головы, больше твоей головы. Ева. Привет. И... Привет! Привет!